Экономический блок правительства президент проводит разбор полетов по видеосвязи. К снижению реальных доходов населения и росту безработицы добавился рост цен на продукты. Пандемия здесь ни при чем. Если в первых двух случаях понятно сокращение производства и освобождение рабочей силы. Никому не нравится снижение доходов. Уверяю вас, вы сами это хорошо понимаете. Но еще люди это могут понять. А вот рост на базовые продукты питания, это пандемия не объясняешь? Причем здесь пандемия? Меньше всего подорожал сахар, только на полтора процента. А посолочное масло 23,8% и продолжает расти. Мука 12,9% выросла, макаронные изделия 10,5%, хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3%. Причем при росте цен вроде бы нет дефицита. Глава Минсельхоза докладывает, что по ряду пунктов продуктовые потребности России даже превышены. В 2020 году наши аграрии обеспечили один из самых значительных урожаев новейшей истории. В зимних теплицах ожидаем абсолютный рекорд 1,3 миллиона. Я хочу и вас, конечно, поздравить с этими результатами, и всех селян. Это очень важно для страны, всех людей, которые трудятся на селе. Это реально показывает хороший темп развития отрасли за последние годы. У меня есть все-таки вопрос. Вы обратили внимание на то, что я записал, что дефицита продуктов мы не наблюдаем. Это правда. Так, Владимир Владимирович. Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? Я помню. Говорили так. В Советском Союзе есть всё. Только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке. Так почему же цены поползли вверх? Объяснение-то есть. Есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках. И попытка подогнать внутренние цены под мировые. А также использовать экспортные возможности. То есть продавать продукты за рубеж, раз там больше платят. Это напоминает последний рост цен на бензин, который тоже пришлось урегулировать на самом верху. Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае, по этим позициям известны. Нужно только своевременно реагировать на то, что происходит. Я жду от вас не просто предложений на заданную тему, а конкретных мер и сроков, в рамках которых эти меры должны быть приняты. И самое главное, должен быть достигнут результат. И, конечно, самое главное, это интерес и благополучие наших граждан. Поэтому все решения должны быть сбалансированными. И еще раз хочу это подчеркнуть, своевременными. Но что касается безработицы, она растет во всем мире. Наши 6,3% смотрятся даже неплохо на фоне печальных данных из некоторых развитых стран. Россия справляется в первую очередь благодаря масштабным пакетам государственной поддержки. В целом эти меры сработали. Вместе с тем снижение безработицы идет в нашей стране. Пока все-таки медленные. Эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации. Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда. Напомню, перед правительством поставлена задача к концу следующего года. Восстановить уровень занятости до значения 2019 года. Я уверен, что это абсолютно реалистичная задача. Если нужны дополнительные меры, Путин готов обсудить с кабинетом министров. А пока нефть. После более чем полугода ограничения добычи 3 декабря страны ОПЕК-плюс договорились поэтапно увеличивать добычу. Россию на переговорах представлял недавно назначенный вице-премьером Александр Новак. Начиная с января следующего года страны увеличат свою добычу на 500 тысяч баррелей в сутки. И изменят сокращение с 7,7 действующего уровня до 7,2 миллиона баррелей в сутки. Данное решение, на наш взгляд, полностью соответствует интересам России. Таким образом, мы на 31% уже восстановим добычу относительно максимального уровня сокращения. После апрельских 27 долларов за бочку нефть марки Брэнд теперь стоит 48-49 долларов. Что важно, с учетом цены барреля верстается национальный бюджет. Антон Геннадьевич, как Минфин оценивает достигнутые договоренности? У нас цена на нефть на следующий год базовая, заложена в размере чуть больше 43 долларов за баррель. Поэтому мы считаем, что те решения, которые сейчас были озвучены Александром Анатольевичем, они позволят нам исполнить доходную часть бюджета, части базовых нефтяных цен. Ну и, соответственно, может быть, даже и пополнить несколько фонд национального благосостояния. В расширенной части совещания упомянули Дальний Восток и Ледяной Дождь, докладывают главы МЧС и Минстроя. Оказывается, некоторые последствия будут устранять аж до Нового года. Высказался и новый министр энергетики Николай Шульгинов. Он недоволен тем, в каком состоянии удар стихии встретили региональные ремонтники. В очередной раз зафиксирована технологическая организационная неспособность небольших региональных сетевых компаний обеспечить надежную эксплуатацию, оперативное устранение, восстановление сетевого хозяйства. Надо сформулировать предложение. Люди же не должны от этого страдать. Экономика не должна страдать. Подумайте, пожалуйста. Ну а вообще изначально Путин приглашал правительство для разговора о развитии высоких технологий. Таких как 5G, микроэлектроника, генетика, новые вещества, искусственный интеллект. До 2024 года совместно с корпорациями-гигантами бюджет готов инвестировать в лучшие стартапы практически триллион рублей. И некоторыми проектами можно похвастаться уже сейчас. В стадию промышленного использования вошел проект по созданию универсальной платформы для анализа и обработки медицинских изображений. Проект Botkin AI, который разрабатывается совместно с Росатомом. Это решение позволяет оказывать медикам содействие по обработке медицинских изображений и диагностике разных патологий, включая COVID. Причем по некоторым компетенциям эта разработка является уникальной и в мире также. Еще один пример от вице-премьера Дмитрия Чернышенко. После того, как в разгар пандемии в 10 регионах, в том числе Иркутской области, Хакасии, Дагестане было практически не дозвониться в медицинские учреждения, появился единый бесплатный номер 122. Маршрутизацией обращений там занимается искусственный интеллект. Время ожидания операторов в этих регионах составляло более 30 минут. Безобразие, конечно. В результате вот этой технологической, быстрой задачи, которую мы решили, сейчас время ответа операторов в этих конкретных регионах сократилось до двух минут. Это та самая область, где искусственный интеллект себя начал проявлять просто отлично. Он может анализировать звонящего и записывать его в принципе в идеале на прием. И в некоторых регионах уже даже это внедрено. Вот автоматические такие голосовые помощники. Это наши технологии отечественные. Искусственный интеллект уже принимает звонки в Московской, Калужской и Тюменской областях и собирается захватить всю страну. Но пока все еще нужны люди. Вице-премьер просит мобилизовать студентов-медиков отвечать на звонки в регистратурах. Спасибо вам, Ростелекому, искусственному интеллекту и тем, кто организует работу по этому направлению, направляя его возможности в нужное русло. А регионы Российской Федерации будут сориентированы соответствующим образом на то, чтобы мобилизовать свои возможности на этом направлении. Ну а глава Минпромторга Денис Мантуров курирует, среди прочего, новые композитные материалы. За последние пять лет их производство в стране подскочило в три с половиной раза. В том числе благодаря стимулированию извне. Например, после очередных санкций Россия не смогла купить за рубежом материал для крыльев нового среднемагистрального самолета МС-21. Вы докладывали мне по проблемам, которые у нас возникли в связи с недобросовестной конкуренцией со стороны некоторых наших партнеров. При работе над средним магистральным самолетом МС-21 имеется в виду крыло и композитные материалы. Что там происходит в данный момент? Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы будем использовать в производстве МС-21 уже собственные полностью материалы. Слово получил и Михаил Мишухтин. Он отвечает за развитие вообще всей российской микроэлектроники. Однако с началом доклада премьера трансляцию совещания прекратили. Все-таки это направление двойного назначения. Видео.